Близнецы, доброго вам времени суток, меня зовут Ева Лехцер, я вас приветствую на своем канале. В данном видео для вас снимаю ваш второй прогноз на неделю с 25 по 31 октября 2021 года. Работаем сегодня с колодами золото на черном и ленорман золотой нити. Именно эти инструменты будут нам помогать с вами в работе. Поэтому расслабьтесь, настройтесь и будем смотреть, что вам будет готовить предстоящая неделя. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что же у вас здесь по ситуации? Итак, отшельник, тройка жезлов и колесница. Непростые карты, тут будем смотреть. Итак, у кого-то на повестке дня это поездка к пожилым родственникам, решение их вопросов, их задач, беспокойство о пожилых родственниках. Кто-то может перевозить даже к себе, и по ряду причин перевозить, это первый момент. Далее здесь это как, не могу сказать, что уйти в подполье, но отшельник это опять же вопросы изоляции. Тройка жезлов и колесница дистанционно решать эти проблемы, дистанционная работа. Далее это быть в поисках для себя решения вопросов и проблем, связанных с переездом, вообще даже как добираться на работу. Не знаю, вдруг у вас там нет ковидных паспортов, либо QR-кодов, еще каких-то моментов. Искать альтернативы в плане, как куда добираться, перемещаться. Вопросы связанные с купли-продажей автомобиля. И в принципе вопросы связанные с перемещением, какие-то планы, цели на будущее. То есть вы можете заранее что-то бронировать, либо готовиться к какой-то поездке. Теперь будем смотреть, анализировать эти карты с точки зрения личной жизни. Итак, если на текущем этапе вы свободны, какова у вас здесь ситуация? Здесь у вас действительно может пройти знакомство, но по звезде это однозначно социальные сети, потому что это карта все-таки медийности или знакомства с медийным человеком. Смотрите, у вас пока ресницы, это либо в поездке, либо дистанционно. Причем человек здесь старше вас. Для вас это знаете как человек открытия, назову это так. Если же у вас любовные треугольники, то здесь отстраниться от текущих связей. Нет, тут не ставить точку, тут знаете, как желание посмотреть на эту ситуацию со стороны. Потому что четверка жезла, вам хочется стабильности, семейных связей, какие-то, знаете, как пустые связи вас не устраивают. А у вас, ну, колоды, видите, тройка кубков. Тут хоть разорвись и вашим и нашим. И это как попытки прояснить для самого себя, либо саму себя ситуацию. Что вам делать в этой ситуации? Продолжать этот любовный треугольник или не стоит? Бить на создание семьи новой стабильной? Или же, если вы уже в семье, в семье остаться? Так, посмотрим для тех, кто находится в стабильных связях. Для тех, кто встречается, сожительствует, либо у вас семья и брак. То есть здесь для вас конфликты. А конфликты какого плана? Смотрите, мир из-за поезда к перемещению, смены места жительства. Или же, повторюсь, из-за приезда старших родственников к вам. Но это не могу сказать, что, знаете, как для кого-то обуза. Но, к сожалению, из-за этого действительно могут возникать конфликты. Почему? Потому что, как показывают карты. Ну, это, знаете, как резко смена обстановки, которой не готовы вы, либо не готовы ваш партнер. Что здесь может быть еще? Для пар, которые проживают совместно, это конфликты. Особенно, если вы на расстоянии. Допустим, кто-то в одной стороне, вы в другой. И, как знаете, затяжной период расставания или вот этого расстояния, он на вас действительно здесь повлияет. Поэтому, кто-то сгоряча из вас здесь может заявить, что все, я ухожу в свободное плавание. По картам так идет. Если арканы смотреть с точки зрения работы и заработка, и на текущем этапе вы не работаете, то здесь как получать денежные переводы. Потому что отшельник, это, в принципе, пожилой человек. Тройка жезлов и колесниц, это как материальную какую-то помощь от ваших близких, ваших знакомых. Если же вы в статусе соискателя, это как упорно трудиться. Это упорно добиваться, решать эти проблемы. Но, знаете, здесь вы осознаете, что в текущей, скажем так, ситуации для вас единственным выходом будет вот тройка жезлов и колесница. Это переехать в другой город, в другую область или, может быть, даже страну с целью заработка. Потому что здесь вы для себя не можете найти нишу, не можете найти реализацию. Для некоторых из вас, кстати, отшельник, тройка жезлов и колесница, это как решение уйти в свободное плавание. Например, вы можете таксовать, заниматься вопросами доставки, либо вопросами логистики. Так, для тех, кто у нас является наемным работником, что у вас здесь? У вас здесь по королю Пентакли все стабильно. Единственное, что могут быть внеплановые командировки, либо можете на себе тянуть многие проекты. Но здесь, в принципе, смотрите, одно колодо дурак. Новые проекты, новые начинания, новая возможность, новый филиал, новая должность. Поэтому здесь у вас карты прекрасные. А для тех, у кого свой собственный бизнес, давайте посмотрим, что у вас здесь будет. Работа кипит, бурлит, спорится, много общения, контрактов. Работа почему-то в большей части дистанционная. Тяжело как бы решить эту проблему, этот вопрос. Но, тем не менее, деньги капают, процесс идет, и расстраиваться нет причин. Тут, как говорится, все сможете вырулить. В плане состояния здоровья. Обращайте внимание на хронические заболевания, а также на вопрос опорно-двигательного аппарата. Потому что здесь могут быть какие-то производственные, либо непроизводственные травмы по неосторожности. Вывихнули ногу, где-то подскользнулись, где-то зацепились. Поэтому обязательно на этом акцент. Что у вас в негативе? В негативе девятка жезлов, девятка кубков, паш кубков. Закрыться от ненужных, нестабильных связей, чтобы не было эмоционального выгорания. Закрыться и скорректировать вопросы питания, либо вопросы, связанные с алкоголем. Также это вопросы, знаете, как пересмотра протокола лечения. Особенно если вы имеете какую-то уже зависимость от тех, либо иных лекарств. Что здесь еще? Это, в принципе, ограничить как рук общения. Не потому, что вы хотите зачистить свое окружение. Нет, это, знаете, как будни интроверта. Закрыться, остановиться, заняться творчеством, побаловать себя любимого, либо себя любимую. Не могу сказать, чтобы это прям совсем вопрос изоляции. Это не так, но тем не менее, это желание ограничить контакты. И совет по картам. Шестерка жезлов. Всего добьетесь, ко всему стремитесь, прикладываете усилия, и вам не будут равных. Шестерка жезлов это карта победы, карта прорыва. Кстати, если все-таки планировали переезд, смену места жительства, вообще перемещение, то для вас это будет неделя очень удачной. Поэтому активно действуйте и достигайте результатов. Ну, давайте с вами посмотрим на неожиданность периода. Какова здесь будет ситуация? К чему готовиться? На что рассчитывать? Ох, всадник, собака, крысы, дом. Так, смотрим. Всадник, собака, крысы, дом. Это внезапный визит гостей, друзей, родственников, кумовей, которые для вас действительно будут, знаете, отягощающим. Это как налетела манкуло-татарская ига. Налетела такое нашествие. Ну, или родственники, по ряду причин, которым вы не можете отказать, в том, чтобы у вас временно пожили. Дальше. Это, в принципе, визит друзей или родственников, которые для вас будут обременяющим. Потому что собака-крыса, это с корыстными мотивами, с корыстными интересами, когда знают, что вы не можете отказать. И, в принципе, всадник собака и крысы, это как отъезд на службу. Ну, у кого-то может быть вахта и так далее. Потому что здесь, знаете, как служебный дом. Вот, чтобы вам было понятно. Ну, неделя простая, рабочая, не несущая каких-то, слава богу, тягостных изменений. Поэтому пусть так и будет. Самое главное, чтобы вам было легко, в радость и было эмоциональное наполнение. Вот такими арканами и закроем. Здесь работа и финансы, здесь достижение успеха и победа, и радость бытия. Поэтому пусть так и будет. Вот таким для вас выходит период. Это неделька. От вас, как всегда, жду обратной связи. Как для вас отыграется расклад? Был ли полезен, информативен? Если вы хотите внести какие-либо коррективы в структуру раскладов, подачи информации, оставляйте, пожалуйста, свою обратную связь. Не стесняйтесь. Возможно, вы хотели бы что-то поменять. Постараюсь к вам прислушаться. Но для тех, кого интересуют индивидуальные консультации или же обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты, как всегда, под любым из моих видео или же в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. Вас обнимаю. И до новых встреч.